Всем привет! Вы на Сэпиен Ченнел. И вы на верном пути. А перед началом видео советую подписаться на канал Лайфхак Бастерс. Разрушители лайфхаков. Здесь вы можете увидеть только проверенные хитрости жизни. Не трать время на лайфхак. Ну и как вы видите, мы вдвоем с Василием сидим перед экраном, а значит что-то сейчас будет очень и очень интересное. Да, я предлагаю обсудить немного о роботах. Роботах? Роботах, да. Дело в том, что появилась новость относительно недавно. Есть такая компания, Boston Dynamics называется. Она в 2013 году была выкуплена от компании Google. Ага, вижу. И вот, собственно, они сделали первого робота, который похож на человека. Ну, то есть, он метр семьдесят пять, весит восемьдесят два килограмма. Потяжелее меня будет. Ну, я так оговорюсь, наверное, вряд ли это самый первый робот, который похож на человека. Но тут, судя по описанию, этот человекоподобный робот, который может ходить, причем не только там по ровной, но и по пересеченной местности. Вот. Умеет открывать двери, переносить предметы и подниматься после падения. Вот это уже интересно. Ну, собственно, да, у него есть свой вестибулярный аппарат, так сказать, как у человека. И чего много говорить. И можно познакомить зрителей с видео. Есть видео. Давайте посмотрим. Вот он, этот робот. Видим, как робот открывает двери. Прикольно. Но это уже, кстати, довольно такой большой прогресс, потому что такого раньше не было. Идет по пересеченке, я смотрю, по снегу. По снегу, да, топает. Как будто в штаны наложил. Ну, я не знаю, это тебе, наверное, видно, накладывал что-нибудь. Да не, не случалось вообще-то. Я ходил, как приходит. Надо дотоверно дойти. Не, 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 вот это ты мне не наговариваешь. Посмотри, он даже, если попадает в снег, а не, нормально. Попадает в снег, и смотри, видишь, вестибулярный аппарат, у него он работает. Ну да, ступился, опа, 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 опа. Да, действительно, как пьяный человек идет. Но все-таки идет. О, вот я представляю, я вышел на прогулку со своим роботом, такой селфач. Со своей девушкой. Не надо мне такую девушку. О, те, кто работает грузчиками, простите, вы потеряли работу, господа. Ну, правда, такой робот, наверное, будет стоить, как 10 лет зарплаты грузчика, и вряд ли на сегодняшний день окупится, но, тем не менее, как достижение науки, а что? Слушай, компания Google, я думаю, себе позволить это сможет. Ну, и для чего, для прикола? Так, ну вот, собственно, коробки поднимать. 10 килограмм, или, да? Э, чувак, что же ты делаешь? Да так ему. Зачем? Мне жалко робота. Он же делает свою работу. О, и нету. Слушай, мне кажется, фильмы, там, Терминатор, Я робот, неспроста сняты, потому что нельзя обижать роботов. Потом начнется война между расой человека и роботов. Да ну, по-моему, ты торопишь события. Сегодня роботы еще достаточно глупые, и они не обладают собственным разумом, тем более себя не осознают, как какая может быть война. Как запрограммируешь, так и будет себя вести. Нет, этот чувак совсем охренел, мне этого робота вообще жалко. Ну, а как ты узнаешь, может он стать, если его не уронишь? Ага, у нас, походу, видео зависит. Хотя нет, смотри. Не-не-не. Ух, ничего себе. Блин, как джетли скачет. Ты ушел, обиделся. Слушай, ну я тебе скажу, ну, прогресс в этом плане очень-очень стыкнул. Да, раньше они похуже были, насколько я по роликам помню. То есть они, мне кажется, еще усовершенствуют. Вот, пожалуйста, Boston Dynamics. Кажется, в будущем будет это более смахивать на человека и сделать ему обшивку и, ну, человеческий... Нет, слушай, ну если ты сейчас там где-нибудь пороешься по японским секс-роботам, они совсем хорошо похожи, только они так не ходят и столько всего не делают. Ты? Ну я видел такое в интернете. На сайтах японских секс-роботах? Так, подожди, что-то ты на меня опять... Я просто в шоке, Богдан. Я сейчас... С кем я живу? Так тебе и надо. Это мгновенная карма, господа. Алкоголь любил. Вот так, попытался на меня наговаривать и получил. Собственно говоря, вернемся к нашим роботам. Я не хочу уже говорить об этих роботах, потому что ты мне испортил все настроение. Ну, это не совсем роботы. Есть интересная тема экзоскелеты, но это другое. В экзоскелетах будущее, чуваки. Ну, в это я готов поверить. Действительно, получается удобно, вот, если он... Электромышцы позволяют поднимать большие предметы, то есть, как альтернатива кому-нибудь там электрокару-погрузчику, действительно, экзоскелет может очень даже войти. Да ну чего, даже если брать дальние расстояния, переходы и все вот эти вот дела. Ну и кому нафиг надо эти дальние переходы пешком? Военным. Военным, пожалуйста. Там, туристам, которые горы покоряют, альпинистам. Не, ну хорошо, пожалуйста, вот, в принципе... Он будет помогать физическому, физическому телу, вот, еще больше. Ну, в принципе, да, сейчас вот... Экономия выносливости. Читал. Канадцы сделали пассивный экзоскелет, то есть, он без какой-либо электроники, он просто перераспределяет нагрузку. И вот, получается, рюкзак, вот, если, допустим, тяжелый, нагрузка со спины переносится на ноги. Ну, пожалуйста. Ну, это да. Хотя, опять, так же, не пассивный, то есть... В нем нет ни одной, ни одного мотора, никаких батареек. Все чисто на тросиках, пружинах. Здорово. То есть, он распределяет нагрузку по-другому. Все-таки, блин, вот, та фантастика с войной и роботами. Не просто так это все, не просто так. Да, не дает на тебе покоя. Если брать эту тему, то многое, что писалось в те времена людьми в книгах, там, фантастически, оно все вот исполняется. Хотя, современный человек этого может и не замечать. Потому что книги надо больше читать, люди. Ну, а с другой стороны, то, как писали фантасты прошлого, оно сбывается несколько по-другому. Вот, к примеру, Роберт Хайнлайн писал очень классную книжку, называется «Дверь в лето», там, если кто почитает, если кто любит фантастику, и тем более фантастику классическую, это вот очень хороший автор. Он, когда в 70-х годах описывал 2015, как раз, по-моему, или 2010, вот в какие-то наши годы, которые мы застали. А, я, простите. Да, я так интересно рассказываю? Так, ужасно. Я на лекцию преподаватель сижу. Нет, там, чем была забавная штука. То есть, там тоже была робототехника и все такое, но это писал человек, который еще не подозревал о том, что будет такая вещь, как интернет и вообще вот цифровое пространство. Ну-ну-ну. И что в итоге? К чему ты это ведешь? Все, к чему? Я к тому веду, что роботы роботами, а мы на самом деле вот в сторону куда-то цифры смещаемся. И, возможно, виртуальная реальность заменит нам вот все вот эти вот штуки. «Газонокосильщик». Слушай, я не готов к этой теме, к виртуальной реальности. Это надо готовиться, снова посмотреть фильм «Газонокосильщика». Кстати, стоило бы. Хорошее было кино. Да, и вот об этом можно пообщаться. Но там, мне кажется, уже больше не технические вещи, а больше уже, может, как-то в плане философии даже. Потому что, мне кажется, что... Ну, я тоже знаю, что есть фильм «Суррогаты». Я смотрел, что там человек приходит на работу в качестве робота. Ну, было. Вот, честно сказать, очень, на мой взгляд, надуманная история. Ну, ты же говоришь... Вот там все было ради графики, и выглядело это довольно бредово. Вот мне этот фильм вообще не понравился. Да я и в фильме, собственно, дечи-то говорю. Идея не задела. Вот если взять какой-нибудь «Я робот», вот там, да, действительно затрагивается вопрос отношения к, так сказать, искусственным себе подобным. Ну, или еще более старый спилберговский фильм. «Искусственный интеллект», по-моему, назывался, «Про мальчика-робота». Там, как бы, тема была еще глубже затронута. Да, это, конечно, хорошее кино. А еще есть, раз мы начали говорить о фильмах о роботах, вот недавно, относительно недавно, это новый фильм, тоже относительно новый. У меня все относительно. Какой? Есть фильм, по-моему, называется «Чаппи». «Чаппи», о, да, это было круто. Это хорошее кино, хорошее, добротное кино, спецэффекты, съемка операторская, там... Ну, меня больше привлекло то, что играет группа «Дай энд», вот, которая мне очень и очень нравится, ну, в главных ролях. Да, это очень, у них прик... Ну, такие клипы, конечно, на любителей. Я люблю трэш. Ну, это трэш, да, это трэш. Ну, вот я это и люблю. Это трэшак. Ну, да, действительно, ребята хорошо сыграли, и... Так, крутой фильм, кто не видел, но советую глянуть. Это так, ну... Ну, там тоже вот тема как раз такого вот воспитанного людьми робота, который чувствовал себя практически человеком, и в какой-то момент был более человечным, чем сами люди. Ну, да. Но... там... Нет, не буду спорить, не буду. Кто не смотрел, тот... Возьмите и посмотрите. Да, возьмите и посмотрите. Потому что... Ну, все равно я считаю, что вот пока эту тему несколько преждевременной, вот я ничего давно не слышал ни о каком вот, ну, полноценном искусственном интеллекте. То есть, наверняка работы какие-то учеными ведутся, но каких-то вот достижений в этой области давно не озвучивалось. И насколько это быстро наступит, не знаю, конечно. Может, в каких-то тайных лабораториях уже все без нас изобрели, а мы и не знаем. Багдан, мы сейчас увидели новости, я считаю, что это действительно крутое изобретение, мы на пороге. Надо с чего-то начинать, вот, пожалуйста. Это уже технология, которая... Вестибулярный аппарат, он может носить, открывать двери. Это уже довольно много, ну, для начала. Нет, это очень хорошо, это движет науку. Что-то вот, мне кажется, компания Google... Почему вы в последнее время компании разные скупляете? Это странно. Ты хочешь сказать, что это мировой заговор? Иллюминаты, Google, иллюминаты? Нет, я хочу просто работать на корпорацию Google. Да, Google, возьмите нас к себе. Google – это будущее, да. Короче, подведем итог. Направление задано, роботам. Будем следить, смотреть, что еще создаст нам корпорация Google, хотел сказать. Ну, можно и так сказать. Ну, в частности, что... Какие сегодня есть достижения науки, куда она движется, да, мы видим вот по вот таким видеоотчетам. Ну, и будем надеяться, что это направление будет развиваться. Все-таки это вот движение к тому фантастическому будущему, которое мы видим в фильмах. Ну, будем надеяться, в хороших фильмах, и в которых все хорошо заканчивается. Итак, если ты не робот, ты просто обязан поставить лайк на этом видео. В комментариях написать, что ты думаешь о войне между людьми и роботами. И, конечно же, подписаться на наш канал. На нем можно увидеть не только роботов, но еще много всякого интересного. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok